Металлическая дверь в панельной пятиэтажке. Через несколько мгновений после звонка ее открывает виновница торжества. Представителя социальной службы вместе с нашей съемочной группой Валентина Евстафьевна приглашает в большую комнату. Первые на очереди официальные поздравления. Уважаемая Валентина Евстафьевна, примите искреннее поздравление с юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья, бодрости, духа и всего самого наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Официальные телеграммы и открытки Валентина Евстафьевна складывает в специальную папку синего цвета. Их там уже несколько десятков, а еще газетные вырезки. За свою жизнь женщина неоднократно попадала в фокус журналистов. В углу комнаты снимок покойного мужа. Он служил военным. На шкафу, где хранится праздничная папка, фотографии детей, внуков и правнуков. Запомнить всех кажется невозможным. Одних правнуков 12 человек. А меньше года назад родился первый пра-правнук. Никакого секрета долголетия, по словам Валентины Ватутиной, у нее нет. Не могу сказать. Я сама говорю, как я долго... Наверное, Сибирь. Я сибирячка себя чувствую. Наверное, вот. Может быть, родители были здоровые. Ну, я себя вот чувствую. Я не ожидала, что я доживу до такого возраста. Родилась Валентина Евстафьевна на Дальнем Востоке. В Подмосковье переехала 50 лет назад с мужем. Всю жизнь проработала акушеркой в Видновской поликлинике. Сейчас по ее стопам и в медицину собирается идти одна из правнучек. Собрать всех своих потомков за праздничным столом – вот лучший подарок, признается Валентина Ватутина. Дети желание именинницы обещали исполнить. Алексей Пименов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.